Всем привет! Сейчас нашей темой будут буки, буклавки, закладки, споты. Это название одного и того же сохраненных точек космоса. У них есть множество применений. Сейчас мы будем пользоваться этими самыми буклавками. Открываем адреса и координаты RPE по умолчанию. Видим, что у нас ничего нет. Выходим в космос. Чтобы нам сохранить точку, сделать спот. Точку в космосе. Нам нужно куда-нибудь поворот. Нажимаем сохранить координаты. Мы можем назвать спот. К примеру 0,1. И куда мы будем сохранять? В личные координаты либо в корпоративные. так как я в корпорации не веселая, у меня нет. Так вот. Все. Вот мы летим. Нажимаем сохранить. мы сохранили точку где-то в космосе. То есть, между двумя точками. от станции и точкой, куда мы летели. Воротами. Сейчас мы приварпали. Все. Вот мы на месте. И мы можем, нажав из этого окошка, либо на космосе. Вот у нас космос. Личные координаты. сохранена точка. Мы можем либо из личных координат, либо нажав правую кнопку на космосе, мы можем на нее отправиться. Все. Вот мы полетели. Варкинг. Чтобы понять, где мы находимся конкретно, для этого есть очень удобный инструмент. Карта систем. Сейчас мы отключим все лишнее. Пояса, маяки, луны, планеты, спутники. Планеты оставим. Разведывательные зомби, гиперворота, звезды. В общем, все лишнее отключили. Сейчас отключим еще область билингатора. То есть, вот это карта нашей системы, в которой мы сейчас находимся. Вот она станция, вот планеты. Это аномалии. В сканерных аномалиях мы поговорим в следующих видео. И наша бухлавка находится вот здесь. То есть, мы можем полететь, к примеру, отсюда сделать бухлавку вот в этой части космоса. Полетим на таможню. И пользуюсь нашим инструментом. То есть, вот нам лететь 23 астрономических единицы. Сейчас вот окошко. Мы полетели. И точка будет сохранена в тот момент, когда мы отожмем кнопку отправить. Я ее сжимаю. Вот три АЕ осталось. Один АЕ. Я ее отжал. Она в этом месте сохранилась. Смотрим. Вот у нас две точки. Два спора. Так называемые. Они нам нужны будут в безопасных системах. Вот где 0.9 статус безопасности. То есть, в зеленых системах. В империи. Они нам, по сути, не нужны. В более опасных системах, где нас могут поймать, найти и убить. Они играют, я бы сказал, даже жизненно важную роль. Очень сильно они нам могут пригодиться. Но к этому мы еще вернемся. К этому вопросу. Я вам покажу, как передвигаться по нулям при помощи спотов. Как можно это делать максимально безопасно. То есть, все. Вот у нас две точки сохранены. И они находятся где-то в космосе. То есть, они не рядом с восьмой планетой. Ну, где-то рядом с восьмой планетой. И точка здесь, рядом с воротами. И мы можем вот так вот летать. Например, варпать от одной точки до другой. Ну, от того навигационного объекта. От навигационной группы объектов. Мы можем полететь там, на таможню. Точно так же сохранить в пустом проставке. Еще один спот. Там ноль таких, к примеру. Можно на 14-й елететь. Ну, сейчас просто сохраним. И можем спокойно на них варпать. У нас в пустом пространстве есть несколько точек. Мы можем насканить аномальку. К примеру. Ну, аномалию сканерную насканить. Прилететь туда, тоже сохранить точку. Это тоже будет работать. Далее. Есть еще споты точки, предназначающиеся для обзора. То есть, к примеру. Нам нужно узнать, что происходит на тех воротах. Дальность пеленгатора у нас по умолчанию 14,3 АЕ. То есть, мы не видим, что находится возле тех ворот. А нам нужно узнать, что там происходит. Ну, вдруг там какой-нибудь пилот зашел или еще что-то. Мы варпаем на точку, на которую мы сохранили. То есть, мы не варпаем на объект. На какой-то, ну, какой-то из группы объектов. Это достаточно безопасно получается для нас. Здесь мы можем подлететь и нашим навигационным сканером посмотреть, что происходит на вот этих воротах, к примеру. Вот. Здесь у нас вот какой-то корабль. Два экзекляционера. Пайнишер, драгун. Вот так, да. То есть, мы открываем карту системы. И посмотреть, как работает пеленгатор. Мы можем, включив, показать область пеленгатора. И направление по камере, к примеру, да. То есть, мы выбираем ворота. Задаем ширину луча. Вот так вот можем. То есть, пеленгатор, релегационный скандер, он работает вот таким образом. То есть, вот луч. Мы повернули в камеру. Это от поворота камеры зависит. То есть, если мы будем двигать вот так, как фонариком, по сути. Мы можем направить камеру в ноль на оборота. Максимально снизить ширину луча. И нажимая запустить цикл, он нам показывает, что здесь объектов нету. Кораблей. Никаких. В зоне действия. Возле вот этих объектов, арбаз и пятая группа объектов, ничего нету. Мы можем спокойно варкнуть и убедиться, что здесь эффектно. Это спот, который нам помог посмотреть, что тут находится. Также есть споты, которые называются обзорками. свечками, обзорками, их тоже называют по-разному. Сейчас я полечу, запитаю на мой корабль ЛВД, ускоритель. И покажу, как делать споты обзорки. Включаю варп-двигатель. На воротах сейчас находится шаттл. Скорее всего он пройдет. Корабль, даже доминиц. Где-то в той группе объектов, где находятся ворота. Мы уже узнали, что здесь где-то доминиц. Он, скорее всего, уже улетел. Посмотрим. Вот доминиц. Он отворпал только что. Или прошел. Это не особо важно. И чтобы нам делать спот обзорку, нам нужно будет взять поверхность камеры вверх, вниз, произвольно. То есть в ту сторону, где нет объектов. Обычно это делаю вверх, вниз. Все. Два раза нажимаем на космосе левой кнопкой и включаем ускоритель. Наш корабль максимально быстро начинает ускаляться с его максимальной скоростью. 1993. И мы отлетаем, ну, примерно на 200-300 километров вверх в сторону. 250 километров. Останавливаемся. Останавливаемся. И чтобы нам сохранить спот этот правильно, чтобы мы потом не запутались, я делаю следующее. Останавливаемся. То есть берем наш корабль. И положим вот таким меню. Сохранить координаты. Потом беру, убираю ворота. Нажимаю правой кнопкой, копировать. Вставляю. И затираю вот этот ВР в расстоянии. Вот так. Все. И отправляю. То есть теперь, нажав правую кнопку на космосе, я знаю, что вот эта точка находится от баз в 255 километров. вверх. И, к примеру, то есть мы в вартную, на ближайшую точку куда-нибудь, куда 0.1 мы сохраняли заранее. Включаю вартную. Ну, сейчас вартную. Сюда. Полетели. То есть можно еще приписать название, там, к примеру. Взять вот. Передактирование координат. 250 километров вверх. Вверх. Мы сразу будем знать, что это ворота Арбас. Они называются Арбас. И это расстояние 255 километров вверх. Также я настоятельно советую разделить все по папкам. То есть здесь можно сделать папку. Ну, к примеру, обзорки, да. И вот эту папку можно перемести в обзорку. Вот эту папку. И когда мы будем нажимать правой кнопкой на космосе, она уже будет папкой. То есть уже можно как-то с ней взаимодействовать. Изначально зная, что вот это папка. К примеру, обзорки. А вот эти можно переместить в спорте. И мы прилетаем на 255 километров вверх. Вот так. И вам ничего не грозит. Если бы мы были на сканерном корабле, мы бы прилетели уже в инвизе, так называемом. Клоке. То есть запустим систему маскировки. И мы бы прилетели и могли бы просто посмотреть, что происходит на воротах. Стоят тут минусами, стоят кто тут. Что кто тут хочет. Ну так. Можем потом прыгнуть и пройти. Включаю варп двигатель. То есть это споты просто в системе. Мы можем между ними варпать. И споты, которые нам позволят видеть, что происходит на воротах, оставаясь относительно безопасно. Споты обороты. Здесь два спота по раскоплению. Также есть споты, которые мы применяем на андоке. Сейчас я запущу клиент и покажу, как применять споты на андоке. Это уже на основном персонаже. Сейчас я его запускаю. Загружаемся. Вот. То есть сейчас у нас идет война. И нас сто процентов будут караулить на андоке. Потому что мы базируемся в одной системе. Сейчас возьмем бомбардировщика. У меня заранее здесь есть андок. Бока. Мы нажимаем выйти из дока. И готовимся. Все. Как только нажимаем. Все. Перейти в варп режим. Переходим. Включаю варп двигатель. Запрашиваю разрешение. Все. Мы вышли из дока. И безопасно от варпали. Также у меня есть здесь уже вокруг станции беспорядочные обзорки. Которые позволяют, к примеру, просто переварпывая. На нас враг не сможет наварпать. Но мы не будем вне зоны его действия, если будем постоянно вокруг них варпать. Это обеспечит нам безопасность своего рода. Обзорки получаются только беспорядочные. Поэтому так и называются беспорядочные обзорки. Так. Этот спот делается заранее. Заблаговременно. То есть. Нужно выйти из дока. Нажать undockнуться. И подкорректировав курс. Включив МВД. Мы едем. Примерно на 250. Я уезжал на 150. Это 250 км от дока. Далее. Следующий спот я сделал уже дальше. Так. Док undock. Где-то он был. А, вот он. Вот. Undock. На 23000 км я его сделал. Можно туда полететь. И это по прямой. Я двигался по прямой. Очень быстро. На очень быстром корабле. И сделал его там. Вот. Он находится даже за гридом. Очень удобно. То есть. Очень удобно. Варп-двигатель. Вот. Когда мы нажимаем undockнуться, наш корабль имеет хорошую базовую скорость. И если мы нажимаем правой кнопкой, уже заранее в координатах, нажимаем правой кнопкой и варп, мы моментально уходим в варп на наш undock. Мы моментально варпаем, никто не успеет нас поймать, как-то перехватить. Если мы делаем все это быстро и правильно. Если мы будем как-то мешкаться, или же враги приносут губль в нулях и повесят губль, то мы не сможем отварпать и, соответственно, умрем в этом гугле. Также есть буклавки, которые мы делаем внутри станции, ну, внутри дока, к примеру, док рейнджа, как это называется. То есть, чтобы мы приварпали в ноль, вот сюда, к примеру, да, на докбуку. Она делается в ноль, и мы когда варпаем, то есть, если мы просто варпаем на станцию, мы можем прилететь в тысячу метров, а задокаться нам дадут только на 500. То есть, мы можем приварпать, и еще корабль будет лететь, как бы, к станции. И за это время нас могут убить. То есть, чтобы этого не произошло, мы делаем докбуку в рейнджа станции. И можем сразу же войти в док. Вот я сейчас покажу, как я это делаю. То есть, мы варпаем. Все, мы прилетели. Клокас падает. И мы просто спамим док. Все, мы зашли. То есть, никто нас не убьет, нам не нужно будет долетать, и это очень безопасно. А сейчас я покажу, как сделать докбуку. Выходим из тока. Включаем МВД. До этого нам понадобится этот инструмент. Режим тактической обстановки. И наша докбука, она не должна находиться на андоте. То есть, чтобы выходящий корабль нас бомкнул. Ну, толкнулся с нами. Мы примерно выбираем такое расстояние. На станции. Ну, вот так. Чтобы в пределах 5 километров. Ну, если визуально дорисовать шарик. 5 километров. Чтобы станция... Расстояние от станции было 0. И она не была в этом... Примерно, если так... Переставить шарик, чтобы... Расстояние было 0. И она не превышала вот эти вот... Ну, не касалась... Не была ближе 5 километров. Примерно вот это вот будет хороший док. Я считаю. Вот так. Где-то. И мы просто сохраняем... Точку док. И когда... Каждый раз, когда мы будем сюда приваркивать, мы будем приваркивать в 0 в станции. И сможем моментально заддокаться. Сейчас я вам покажу, как это делается. Ну, здесь, в принципе, уже это отчасти. Слепаем. И перейдем гарантированно в 0 к станции. Вот, мы задокались в 0 в дистанции. На этом урок окончен. Всем удачи. И пока.